Двор дома номер 10 на улице Зои Космодемьянской превратили в комфортную зону отдыха всего за несколько месяцев. Теперь здесь можно гулять с детьми, дышать свежим воздухом и просто хорошо проводить время. По словам местных жителей, изменения заметны невооруженным глазом. Неравнодушные самарцы поблагодарили за помощь главу города Елену Лапушкину. Елена Владимировна приезжала, когда мы проект только формировали. Она видела, какая здесь была грязь, какая здесь была дискомфорт. Мы говорили, что у нас школа рядом, ребятишки у нас по грязи здесь вот ходят. Она все это видела и как бы проект утвердился и все. Теперь вот видите сами у нас какой красивый. Дворик прямо опрятный. Прямо опрятный, мы очень радуемся всему происходящему. Жители дома по московскому шоссе 121 попросили главу города сделать во дворе футбольное поле с ограждениями, парковку и отремонтировать дорогу. Елена Лапушкина предложила горожанам принять участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды и рассказала, что для этого необходимо. Есть программа «Комфортная городская среда». Это в рамках национального проекта, который у нас с вами провозгласил наш президент Владимир Владимирович Путин. Смысл этой программы о том, что жители сами заявляют территорию, готовят, ну типа как дизайн проекта на данную территорию, чтобы они хотели видеть. Лавочки, скамейки, футбольное поле, деревья, освещение и так далее. Передают эту заявку вместе с протоколом жителей в администрацию района и там это рассматривается на комиссии. Глава Самары встретилась и с жителями дома на Ставропольской 74-Б. По программе содействия здесь уже подготовили площадку для современной хоккейной коробки. Там будет новая площадка просто спортивная. Халды хоккейные для того, чтобы играть в хоккей. Мы хотели там сделать мягкое покрытие. Мы инициаторы. Спасибо вам, дайте руку пожму. До начала сентября в промышленном районе отремонтируют 11 дворов по программе формирования комфортной городской среды. Сейчас подрядчик с работой справляется, от графика не отстает. Большинство объектов готово более чем на 80%. Анатолий Головко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Продолжение следует... Продолжение следует...